Всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на канал коротко, а не коротком. С вами Кин и это новая рубрика Быстрое мнение. Рубрика где я делюсь сугубо своим личным мнением касательно кино, сериалов, музыки и прочего, не вдаваясь в подробности. И сегодня я бы хотел поделиться своим мнением касательно второго сезона Рокового патруля. Так, если кто не в курсе что это за патруль такой, то переходите в мой обзор, но потом возвращайтесь. Сразу уточню, на момент записи ролика вышло всего 4 серии второго сезона, поэтому это скорее первое впечатление, нежели полноценное мнение. Итак, правило хорошего сиквела. Возьми все хорошее из первой части и умножь. Что же было хорошего в первом сезоне? Общая упоротость происходящего. Во втором сезоне также есть Нецензурщина и Брань Тупая сучья, сука, чтоб тебя! Также имеется Личная драма героев Присутствует И одна из лучших серий, Патруль Джейн и Подземка, теперь имеет в разы больше времени. Боже, я бы тебе лицо отгрызла. Само по себе это уже супер, но создатели решили размешать комедию абсурда еще кое-чем. Ужастиками. Нет, не подумайте, не скримерами, а именно ужастиками. В основном такого формата, что за происходящим на экране, не очень приятно наблюдать. Но не в плохом смысле. Конечно, только если вам не нравятся ужасы, тогда для вас в плохом. Я бы не назвал ужасы своим любимым жанром, но здесь в атмосфере происходящего, как мне кажется, они как нельзя к месту. Но, пожалуй, что-что, а без годных персонажей этот сериал вообще бы не сработал. И во втором сезоне они раскрываются с новых сторон. И некоторые из них не сказал бы, что с лучших. Да чего уж греха-то, некоторые из них ведут себя как конченые мудаки. Но это, как ни крути, также раскрывает персонажей. Не с лучшей стороны, но раскрывает. Например, в первом сезоне я переживал за Клиффа. Во втором же сезоне я стал его слегка недолюбливать. Также один из новых колоритных персонажей – Дороти. Мне лично она больше всего интересна своей силой. Если у остальных это что-то более-менее знакомое, то у Дороти это что-то новое. А именно оживление своих дико крутых воображаемых друзей. За исключением одного. Гребаного гигантского паука. Я на них мелких-то смотреть боюсь. А тут тварь размером с машину. Всем арахнофобам! Ну и, пожалуй, это пока что все, что я могу сказать про второй сезон. И, пожалуй, если к концу он не заговнится, а я так думаю, этого не случится, то второй сезон мне понравится даже больше первого. В основном благодаря вкраплениям хоррора. Ну а вы пишите в комментариях свое мнение касательно сезона и сериала в целом. А я с радостью почитаю. Ну а на этом у нас все, дорогие друзья. И всем большущее спасибо за просмотр. Вот такое вот. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А в описании вас будет ждать ссылка на просмотр сериала. А также ссылка для вашей поддержки канала. И ссылки на мою группу ВК и Инстаграм. И буду очень признателен, если вы подпишетесь. Так как в группе ВК мы то и дело смотрим кино или сериалы по вашему или моему желанию. И я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока!